привет всем кто смотрит это видео сегодня я пишу картину маслом это будет портрет в таком вот стиле даже абстракция обсказала и мне пришел заказа где женщина переслала свою фотографию и фото картины где взять как бы ее за основу фон я изначально накидала фон еще будет меняться это однозначно буду работать как и кисточками так и мастихином естественно и пальцами после того как фон высох я карандашом нанесла эскиз видно очертания силуэта женщины лицо в полуобороте в таком что она куда-то смотрит оборачивается смотрит зачарованно вдаль то есть взгляд у нее устремлен куда-то вдаль что-то она там увидела рассматривает теперь я хочу кисточкой и какой-то красочкой этот эскиз женщины силуэт женщины закрепить то есть контуры обвести и уже буду потихоньку добавлять цвета краски в эту картину то есть оживлять ее ну что ж кисточки я буду использовать разные вот целый набор тоненьких кисточек средненьких косая такая ну вот разных размеров буду естественно использовать разбавитель без запаха для красок маслом тут я выдавила несколько видов цветов краски кисточками я пользуюсь синтетика они очень хорошо подходят к для масляной живописи для портретов и для картин акрилом что оставать и приступим силуэт добавлю разбавитель разбавитель я выливаю в такую вот мысочку это мысочка у меня кстати осталось еще от какого-то десерта очень удобная посудинка получилось у меня для их творческих работ такая вспомогательные материалы сейчас разбавлю это у нас картина она как бы как абстракция у нас и мы в ней не боимся добавлять разные цвета все на у нас будет такая разноцветная нас платье набросаю а потом уже будем доводить до ума и и и и и и и Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Так как это абстракция, то цветовая гамма очень большая, множество разных оттенков цветов, таких как синий, фиолетовый, голубой, телесный, желтый, розовый, то есть разные их оттенки, основные цвета где-то делают теплее, где-то холоднее. То есть тут большой такой полет просто цветов и везде их нужно правильно положить, того как солнце где спадает, где освещение падает и где что уходит в тень. Также на руках я буду рисовать их не только телесными красками и где-то темными красками затемнять, там будут участвовать все краски вышеперечисленные, но это все вы уже увидите в конце окончательную работу. В процессе создания данной картины я помогаю себе и рисую ее не только кисточкой, но и мастихином, даже фон я подправлять буду тоже мастихином, где-то большие слои краски накладывать, где-то размазывать пальцем. То есть и пальцами, и кистями, и мастихином я буду помогать себе, чтобы оживить эту картину и она имела завершенный вид. Сейчас вы можете пронаблюдать фрагмент процесса создания этой картины и посмотреть конечный результат. Также вы можете посмотреть и другие мои работы. И вообще то, что связано с творчеством, я стараюсь в этом развиваться. Вы можете на моем канале переходить, смотреть плейлисты и выбирать то, что вам нравится. Комментировать, делать какие-то свои замечания, либо предложения. Я на все реагирую адекватно, если это тоже какие-то адекватные комментарии. Так что пишите обязательно, мне будет очень тоже интересно. И, конечно же, подписывайтесь на мой канал. У меня еще очень много идей. Я думаю, что будет многим интересно посмотреть, что же буду я вытворять дальше. Ну и по традиции всем желаю крепкого здоровья, добра, тепла, любви, финансового и семейного благополучия. Пусть у вас всегда все будет хорошо. Ставьте цели и идите к ней. До новых встреч. Пока-пока. И приятного вам досмотра видео. В конце вы увидите результат данной работы. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал 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 «Симон»